здравствуйте мои уважаемые подписчики и просто зрители моего канала сегодня мы работаем с блоком airbag sdm это opel astra h блоки висит краж после удара сейчас мы будем его удалять с помощью md флешера диагностировать на столе будем с помощью об ком давайте посмотрим подключение к этому блоку вот подключение значит получается 2 масса 29 плюс и 38 это однопроводной канджи вот так мы его подключили так давайте включим зажигание вот нагрузка у нас пошла и теперь откроем окум прямо китайский китайских вот о ком чайна клон так восьмой год у нас astra h выбираем водик и выбираем sdm airbag идет соединение так соединение прошло и смотрим ошибочки вот она главная ошибка это b1000 заменить электронный блок остальные ошибки по airbag и так далее так далее давайте удалять краш адаптер будем использовать сканматик 2 давайте в настройках выберем его вот сканматик и и теперь надо нам выбрать srs sdm так вот модуль выбран включаем зажигание остраш вот прямо он так и выбран чтение айди читаем айди вот прочитан айди давайте теперь прочитаем вин вот вин пожалуйста прочитал и нажимаем просто очистка краш даты краш очищен выключаем зажигание включаем зажигание читаем айди айди прочитан и так краш очищен давайте запустим он включим зажигание так запускаем наш китайский раз китайский кстати работа достаточно классно стабильно выбираем body опять заходим в sdm зашли в sdm и нас интересует тысячная ошибка замените блок управления смотрим есть ли она вот сейчас ошибки только по неподключенным датчиком удара по airbag ну и по коммуникациям скорее всего ну да вот по коммуникациям внизу ошибки тысячи уже нету замените блок управления так что md флешер прекрасно справился с стиранием краш теперь ставим на машину подключаем все подушки подушки новые все поменяли ремни и подушки и теперь наш блок будет работать сегодня в работе sim-модуль opel astra h наша задача перекинуть отсюда информацию в другой модуль купленный на разборке вот он этот модуль машина далеко поэтому привезли блоки с этим блоком такая вот песня вот ребята ремонтировали доремонтировали из-за того что оборвали шлейф и все на свете вот такая вот тема сейчас будем разбирать выпаивать микросхему читать ее и программировать уже в другой блок открываем инструменты берем так смотрим какая у нас тут вот это наверное вот она как раз и есть так инструмент нам к не нужно давайте откручивать будем круче вам болтики вот эти вот также откручиваем вот эти три болтика чтобы нам сердцевину достать 1 2 и 3 вот планочка вот это вышло так все там болтик один остался у нас теперь подцепляем защелочки вот здесь вот вот они по бокам стоят таким вот образом постепенно по одной и все это дело отходит так теперь аккуратно вытаскиваем вот поднимаем планку вот это лучше не трогать пускай она так и стоит на месте диск вот этот задающий работать будем вот с этой микросхемой 95 160 сейчас мы ее отпаяем микросхема у нас в руках так подготовили к пайке место в принципе оно и не нужно раз этот блок уже не будет использоваться его можно уже тут и не запаивать как всегда ножки нашей микросхемы мы чистим до блеска для наилучшего контакта с программатором считать будем программатором вот так вот и то же самое с этой стороны программатор используем dts smart так давайте поставим нашу микросхему открываем это smart выбираем микросхему 95 160 проверяем так 5 не подключен 1 не подключен значит мы плохо почистили так по новой почистили давайте пин тестер все теперь все ножки у нас контачат и читаем микросхему сохраним ее на рабочий стул так давайте подпишем что это у нас что это старый блок сим полт закрываем пока программатор поскольку нас попросили еще и вычислить пин для этого блока мы берем программатор танго естественно оригинал и открываем его вот наш танго значит нам нужно выбрать модель opel opel astra и у нас astra вот это 95 160 давайте откроем файл и посмотрим информацию об этом файле прописано два ключа вот информация это вин это пин 7321 так мы сейчас и запишем вот эту бумажку передадим хозяевам на этом работа со старым блоком завершена информацию мы с него содрали давайте сейчас будем разбирать другой блок с разборки тут еще обломан переключатель нам надо будет его поменять со старого блока поставить теперь открываем блок новый значит смотрите открываем и также все это от чтобы не порвать нам шлейф вот здесь есть специальный ограничитель вот он вверх его вот он внизу вот так отпущен мы его просто вверх поднимаем и все теперь мы не сможем сдвинуть с места наш шлейф то есть он не порвется то же самое микросхема здесь стоит 95 160 вот она которую мы будем выпаивать и сюда переносить данные с того блока также выпаиваем микросхему вот она у нас рука дымок идет от флюса это флюс и нам нужно этот блок в сторонку убрать и как следует почистить предыдущую микросхему мы почистили но первый пятый контакт у нас оказался не совсем хорошо очищенным поэтому эту микросхему будем еще тщательней чистить прямо на все сто чтобы все блестело так вот берем вставляем уже с нового блока микросхему вот она у нас и давайте теперь ее прочитаем так проверим и не все здесь мы почистили все хорошо и теперь читаем файл вот мы прочитали файл сохраним его на рабочий стол только уже подпишем что это sim new и сохраним все что нам нужно сейчас в эту микросхему записать от старого блока вот sim old прошивку значит открываем sim old и нажимаем записать все записалось успешно верификация прошла успешно различий нет можно микросхему запаивать назад вот если мы вдруг не пометили где у нас первая нога эта микросхема называется spi 95 160 на этих микросхемах масса это четвертая нога давайте вот проверим просто возьмем массу с конденсатора и посмотрим здесь где у нас масса вот масса значит это у нас четвертая нога соответственно вот это первое то есть если мы не пометили вот сюда вот у нас ориентируемся вот это на первую ножку вот так проверяется spi микросхемы микросхема запаяна на место так давайте отсюда вытащим старьёта на сломанное ставим новую ручку целую суда вот сюда надо чтоб попала в дырочку то есть вот так вот раз и попадаем в это отверстие все попали ручка стоит на месте то же самое делаем со второй также раз нажимаем в отверстие все вот встала вторая теперь мы накрываем наш модуль вот прямо так берем и вставляем сюда аккуратненько вот пожалуйста и защелкиваем все это у нас не шевелится чтобы не оторваться значит все остальное мы сюда прикрепали ручка работает давайте соберем теперь это все нам нужно сейчас вставить сюда вот эту планку планка вставляется вот по направляющим по-другому вы ее никак не поставите то есть вот она встала если попробовать по-другому ее повернуть она естественно не встает то есть вот это вот ее место все вот наша планочка встала теперь мы переворачиваем и наживляем болтики и закручиваем все сим модуль у нас собран здесь все стоит на метке вот смотрим мы его зафиксировали так выставили сейчас шлейф наш ровно то есть вообще на пилях 4 оборота с от одной точки до другой значит там проверяем два в одну должно быть этого в другую так 1 2 есть так смотрим сюда 1 2 это я фиксатор нажимаю чтобы крутить и в эту сторону раз оборот и два оборот два с небольшим вот все значит нам два оборота надо сделать и поставить ее на место по метке вот эта метка и так работа выполнена успешно блок можно отдавать ставить на машину заводить всем крепкого здоровья всего самого наилучшего много работы интересной и удачи во всем